На ИП моем, ИП, на котором все были деньги, 70 тысяч рублей. У тебя на твоем личном счете? На моем личном счете ИП. А на моей карте, которую я могу дать здесь, Юнион Пэй, ну типа 1200 рублей. На моей карте Альфа-Банк, ну 1150. В общей сложности 1300, 400, 400 тысяч. Это все твои бабки? Это все мои деньги, которые сейчас у меня есть, да. Булляму братом. Да, вот, типа нет. А к тому, ну вот, вот мне интересно, да, потому что ты, блядь, топовый тиктокер. Ну, большие гонорары, большие. Ты проебал, типа, все ли? Вот куда я тебе бабки сделал? Как ты проебал? Я вложил в себя. А ты поэтому такой? Уроки финансовой грамотности о Дане Милохе. Доброй субботы, друзья. Недоброй субботы вам, мне, другим. Очень ненавязчиво и грамотно, по-актерски грамотно, засветился Моргенштерн в тиктоке у Дани Милохина. Даня Милохин, напомню, это в прошлом лицо Сбербанка. Но песня совсем не о нем. Песня была исполнена на концерте Моргенштерна в Нью-Йорке. Это первый концерт рэпера в этом славном городе. Казалось бы, что общего у Моргенштерна с Навальным? А вот вы послушайте и поймете. Моргенштерн в Нью-Йорке спел песню про Алексея Навального. И все его слушатели крутились в круге и вызывали сатану нафу. А значит, все, кто за Навального сатанисты нафу. Где сатанизация нафу?